Добрый день, дорогие крымчане и севастопольцы! Сегодня мы находимся под Симферополем, сего Курбанхой. Бедственное положение приводит в состояние, когда людям не пододеваться. Ко мне обратились жители этого сева. До 31 августа они должны самовольно снести свои строения. При этом отсутствуют меры компенсации, отсутствует предоставление иных мест для проживания. Уважаемый Сергей Валерьевич, обращаясь к вам, хочу, чтобы вы помогли этим людям. Так как глава Республиканского комитета по делам национальности Заур Смирнов более трех лет фактически саботирует указы президента. Саботирует ваше же постановление в решение вопросов, связанное с депортированными. Люди готовы пойти на уступки, но люди не понимают, что им делать, как им быть. Ведь им не предоставляют альтернативу, им не предоставляют компенсацию, им вообще ничего не говорят, кроме как самозастрелиться и самозакопаться. Именно к такому ощущению люди приходят. А ведь в этом поселке проживают более 50 семей, порядка 150 детей, более 30 стариков. И живут они в нечеловеческих условиях. Ведь и это находится в столице Крыма. Мне бы очень сильно хотелось вам, Сергей Валерьевич, помочь в решении этих вопросов. Поэтому со своей стороны привожу все усилия для того, чтобы помочь этим людям и помочь вам. Но очень хотелось бы, чтобы вы либо уволили Заура Смирнова, либо все-таки дали ему приказ в решении этих вопросов. Спасибо. Как обратиться, я даже и не знаю, вот к кому обратиться, да? С 2006 года, со времени захвата этой земли, но это не захват, это возврат наших исторических земель, земель наших родственников, родителей, наших предков, которые сейчас чиновники каким-то образом могут передать наследство своим детям, продать, построить на них многоэтажные дома. Мы с 2006 года, став на это поле, практически не видим ни одного ясного пути, что ли, решения в кабинетах чиновников, чтобы как-то эти чиновники пошли навстречу людям, вот простому народу. Данное поле находится, как бы так сказать, ну в кавычках, я не считаю, что это его владение, Дьяченко, как его отчество? Пал Палычев, Дьяченко. Но, как нам стало потом известно, здесь были якобы розданы, земля была поделена на сертификаты, в 2003 году была распаевка, хотя его во время распаевки, этого Дьяченко, как нам было известно, вообще не было в Крыму. Он житель Донецка, но потом по своим каким-то там каналам или что, он стал председателем колхоза Украина, Украина, да, Советская Украина, и распаевав земли, он заимел, да, раздал так эти распаеванные земли, что у людей, если даже и по 5 гектар, то человек даже и не знает, на каком месте и в какой части Крыма у него эти документы, это земля. Но он их скупил у них, скупил за баснословную, в кавычках, цену, это 1000 гривен, 5 гектар, где такие цены на эти земли, это может простой рабочий купить такую землю, вот, однако он скупил эту всю землю, 20, 25 гектар, вставлено в 2006 году на это поле, мы с тех пор никак не можем доказать, что это фальсифицированные документы, что это все ложно добытые документы, теперь с нами вместе работает наш адвокат год, и он тоже ничего не может пока нам предъявить положительного. Были в кабинете и у Заура Смирнова, и у Руслана Бальбека, никто из этих чиновников нам не помогает, хотя в их власти межнациональные вопросы решают они, но их действия пока бездейственные, ничего положительного в нашу сторону мы не видим. На нашем поле за 2006 по 2017 год родилось, но я не знаю сколько детей, у меня сыграно 3 свадьбы, это трое детей моих женились, у меня 8 внуков, дай бог не последние, дай бог не последние, условия у нас, мягко сказать, ужасные, это мягко так сказать, ни света, ни воды, ни газа, я не думаю, что чиновники живут в таких условиях, у них наверное и квартиры по последней моде, оформленные, как говорится, каждый год наверное ремонт делают, дело даже и не в этом, дело в том, что простому народу надо идти навстречу, потому что власть имущей, они могут купить все, и всех, в том числе наверное и власть. 2006 года, как мы поставили на эту землю, у нас столько было этих судебных приставов в обвинении того, что мы заняли эти земли, и вынесение, как говорится, приговора о сносе, столько было попрано наших прав, и недавно, буквально вот 4 дня назад, число какое? 24-го приехали приставы, если раньше приставы приезжали 2 человека, 3 человека, никто из наших жителей нашего поселка, в их адрес никаких угроз, никаких агрессий, никаких правомерных действий не проявляли, но в этот раз приставы приехали, ну просто я не знаю, чуть ли не целой армии ОМОНа, против горстки людей, которые здесь проживают, предъявляли нам снос, попирая наши права, решение суда, решение суда в пользу бизнесмена Дьяченко, а в нашу пользу абсолютно никакого шага нету, наших слов и нашего голоса никто не слышит, и это решение было вынесено судом до 31 августа, 31 августа включительно, каждый, кто здесь проживает, а включительно вот семья, вот данная семья и семья, вон, Кантемирова, они должны самовольно снести свои построения, как это можно, в одной семье четверо детей, в другой семье онкологически больная женщина, которая построила вот этот дом, все отдав, за все эти годы своей жизни, она должна это разобрать, 31 августа постановление последнего дня суда, пожалуйста, помогите, все в ваших руках и в вашей власти, я с Еферовой Зиминой Ситнибиевной живу на этом поле, Курбанкой, наше поле называется Курбанкой, мы стоим здесь с 2006 года, который с первых дней, я вас очень прошу, чтобы только не снимайте близко, я вам объясню, как мы попали на это поле, и какое время, и что прошло, когда мы собрались возле Верховного Совета в 05 году, мы долго били барабаны, откуда не лопнули наши руки, вышел нам Маскаль, Багилев, а потом еще был у нас наш вожак, они, мы просили Верховный Совет, мы просили Совмин, тогда, когда, тогда уже работал указ о том, что все граждане имели право получать, и было перечислено на что? На строительство жилья, там и 5, и 10, вплоть до гаражей. Все люди, живущие на острове, они, конечно, смогли воспользоваться, кроме нас. Нас было 17 тысяч человек. Нас уговорили, вышли и сказали, открытым текстом, расходитесь по своим районам, вам мы дали указание, вас там с объятием примут, земли много, сколько хотите. Вот я сегодня не была подготовлена до встречи с вами, друзья. Я бы принесла показать карту, где были указаны кругляшки, где мы могли знать точно, что это земли пустуют и на много лет. Вот мы попали, после этого мы согласовались с людьми, которые нам могли помочь чисто по-человечески, сказали, вот эта земля не запоеванная, ничем не занята. Здесь, конечно, кое-что росло, но это было для отвода глаз. После того, как мы сели сюда, 700 человек жили месяцами под открытым небом, женщины прятались друг за дружкой в дождь, в мороз. Мы перенесли все это, грели ручки друг к другу, грели, искали, где бы выпить глоток горячей воды. В это время наш друг, несмотря, что сейчас 700 человек нас вот в этом поселке, ждем что-то лучшее, а он своими нолями делает все возможное, чтобы больше и больше наказать наших людей. Мы ни на честь земли не садились. После нас он все это фабриковал с помощью своего должности, с помощью того, что он депутатствует до тех пор. И он всегда на коне. Мы хоть и куда бы не обращались, хоть к кому бы не обращались. Слово Дятенко доказано то, что он и бог, и царь над теми людьми, которые проживают здесь. Мало всего этому. Приходили, разбирались, все, мы обращались. Мы были везде. Везде просили, только просили. Мы никогда не имели в виду, чтобы наказать кого-то, чего-то или кого-то. Мы просили, чтобы он отстал и занял в других местах. Нет, он именно хотел эту землю и хотел здесь развернуться и добавить свое богатство. Вот всего история этого. И вот это последнее похождение этих людей в масках и запугивание людей, это не то, что позор. Это после того, как выступил Путин, объяснил всему миру, что он отдаст вот этим людям нуждающим земли и на этом закроет все вопросы. Где его исполнение? Кто-то говорит, кто-то чего-то делает, собираются какие-то указы, приказы, кто их исполняет? Они до обеда указ создали для себя, сфабриковали все свои земли, захотели самые хорошие куски, на выбор забрали и Аллаху Акбар за это прощают. После этого никому ни один грамм в сантиметре земли не дали. Бальбек дорогой мой пришел к людям и сказал убирайте свои кирпичики, мы все вопросы вам решим. Обман? Получился обман. Те, которые показали документы, вот кто-то чего-то получил, я со всеми встречалась, это было лошадь. Это было неправда. Никому никогда еще ни одну бумажку из депортированных нам по 80 лет. Нас каждого, мы живая история для людей. Мы родились в войну, видели, перенесли голод в войну, приехали и опять нас топчут, как хотят. Вот с кем, кому объяснить, какому миру, почему не занимаются СМИ, почему наши телеканалы не показывают нас, что мы прокаженные или с рогами, как нас там принимали в Узбекистане. Мы ведь все это видели, мы ведь перенесли это все. Зачем нам показывать поминутно, как к нашим татарам заходят вооруженные люди и наших детей таскают за Шиворот. Это им приятно, они удовольствие принимают. Тогда, когда они собираются и говорят в Сирии убивают самолет, они топают. А сейчас пришло нам время. Они нас разбили на кулачки, всех разделили. Мы были не то что братьями, когда мы собирались на площади, площадь у нас ходил верхом над нами, вот так народ ходил. А сейчас что делали с нами? Мы друг друга боимся. Почему? Потому что каждый третий спион куда-то докладывает. Не так вычиснули, не так что-то сделали. Мы что, врачи? Пусть докажут, которые говорят какой-то русскому мы обидели. Пусть докажут, что мы кого-то обидели. Мы никого не резали, никого ничего не отрезали. Те люди, которые им голову отрезали, они стали близкими и им все благи. Все абсолютно для них открыто. Почему он меня равняет с кем-то? Я что, именно я должна храниться другими нациями? Нет! Это мое! У меня еще дом в Ялте стоит двухэтажный. Я ведь претензий никому не предъявляла. Хотя у меня на руках документы имеют, где я прописана. Не вернули, мы за это промолчали, не расплатили с нами, за это промолчали. 500 рублей, которые нам дают, мы не можем их получить. Все равно находят причину и дают нам отказ. Это не издевательство над нами. Кого мы можем обращаться? Кто нас защитит? Объясните, пожалуйста, наши корреспонденты боятся, СМИ полностью подчиняются им. Они не то, что диктаторы. Это уже и в Украине прошло, и все храмы прошли, что над нами делают. Единственная просьба. Вы подскажите, люди добрые, кто знает, кому, какому общественную организацию может вот эти детвора, которые здесь ходят и боятся, что нам придут опять черномаски и придут двери ломать. Они на все способны, мы убедились. Как вас зовут? Хотите, Крутометова. Мне 80 лет. Я хотя здесь не имею участвовать. Почему? Мое здоровье не позволило больше года здесь быть. Я ослепла здесь. Прямо кабинет 6, кто не будет сказать. Мы не десем этого. Снизу никуда нас сюда. Мне Асан Белялз Забьерович. Проживаю на этом поле с семью с двумя детьми маленькими, которые родились здесь. Хотел бы вкратце объясним на данную ситуацию, которая у нас происходит. Это ситуация то, что мы в принципе претендуем на это, на законном уровне. У нас есть основания, есть документы. Но, к сожалению, сегодня пришло такое вот на это время, как будто ты даешь бумажку, а люди на нее смотрят, а там ничего не написано. Хотя на самом деле есть факты, которые должны на законном уровне работать, где должны немножко поднять старое для того, чтобы понять, что там вообще закона никакого не было сделано и все. Мы вот проживаем на таких условиях, в которых не дай бог, чтобы кто-то еще так оказался. Нас обещали, завтраками кормили, все будет хорошо. У нас есть адвокат, который возможно занимается нашими делами, мы тоже не знаем, где ему придушили где-то, где-то что-то. Хотя знаем одно, что куда бы он ни сунулся, там везде у него стоит стена, которую он не может пройти, потому что ему этого не давит. У нас здесь очень много детей, у нас здесь включена в следующий день мечеть, которую мы делаем своими силами без чьей-то либо помощи, где проводится уже сегодня намаз и как бы и так же посещают ее наши дети. У нас тут, ну, как бы сказать, нет света, нет воды. Немножко, ну, жилел в такой обстановке, мы чувствуем на себе, да, вот ущемление наших прав, потому что нас никто не видит. Это мы там, как отдельно лагерь, да, там для беженцев. Вот там мы сидим, а что будет, то будет, мы не в нашем колодце, не в нашей тени. Мы жители поселка Курбанкой обращаемся к Сергею Валерьевичу с просьбой, чтобы решил наши проблемы. Так как наши дети без света, без никаких коммуникаций в школу, в детские сады, в грязь, в дождь, в смерть, мы выводим детей в сапогах резиновых на дорогу, чтобы проводить своих детей. У меня здесь родилось трое внуков. Вот самый маленький внук. И обращаюсь к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы позадействовал и помог разрешить нашу проблему с крымскими властями. Неоднократно обращалась я к Зауру Смирнову. Заур Смирнов как-то увиливал от разговора. Потом я говорю, что нам дальше делать? Все, у вас все решается, идите, живите, вас никто не трогает. Проходит какое-то время, опять приходим мы с Аметовой Замирой туда, тоже жительница нашего поселка, стали опять обращаться, разговаривать. Хотите, идите, наймите адвоката, у вас там есть пайщик. Какой пайщик? Что за пайщик? Мы до сих пор не знаем, кто этот человек. А приходит к нам некий Диченко и отправляет к нам то приставов судебных, то ОМОН отправляет. Сколько нам можно терпеть? Мы в нечеловеческих условиях живем. У нас гибнут при такой жизни старики наши умирают. Мы уже 17 стариков с этого поселка похоронили, которые живут в нечеловеческих условиях. в нечеловеческих собак отдай нам покой! Да, 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 подожди, нечеловеческих сюда, встаньте, иди сюда, вот сюда, иди сюда, иди сюда, а это кельня, да, вот так, иди сюда , скажи, скажите, дядя Володя, дайте нам землю, и все. Давай. Тихо, нет, тихо, подождите, давай, три, четыре, давай. Дядя Вадя, дайте нам землю. О, нормально. Я Маметова Сахина. 2006 года стою сюда. 10 января. И все, вот, столько мы учимся, столько мы тут переведили. Одно мучение, короче говоря. Интересно мы шли будем. В общем, во времен как жили, сами строили, жили, мучились. Воды не было, газа не было, света не было. И постоянно приходили, нас ущемляли. Почему? В чем наша вина? Почему нас так ущемляет? Я здесь, знаете, два болезни правила. Правила, спасибо вон это Алие, она мне помогала все время. И уколы, и давление, все вот она мне помогала. Воды нет, покупали воды, покупали дрова, ходили в лес, шишки собирали. Я могу много кое-что сказать, но, знаете, сердце болит не могу. Алие, 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 а Продолжение следует...